Добрый день! Вы смотрите программу «Экономик». С вами Ренат Дашкин. Тема блокчейн-технологий в 2017 году отметилась особым интересом как со стороны граждан, инвесторов, так и со стороны государства. В устах многих экономических и политических деятелей мы сегодня слышим призывы к скорейшему внедрению этой технологии в нынешнюю систему. Криптовалюты – это электронные деньги без материального обеспечения. Главное преимущество цифровых денег – независимость, защита от мошенничества при отсутствии регулирования, анонимность и прозрачность платежей благодаря технологии блокчейн, когда все транзакции связаны между собой. Долгое время биткоины не принимали всерьез. Давным-давно пользователь форума BitcoinTalk даже предлагал 10 тысяч биткоинов за пару пиц. Сейчас он был бы мультимиллионером. В 2013 году цена первой криптовалюты превысила 100 долларов. В сентябре 2017 года курс коснулся отметки в 5000 долларов за коин. Появились десятки новых валют, самые известные из которых – Ethereum, Litecoin. На сайте altcoin.info полный список валют включает около 1220 наименований. А общая капитализация, по данным CoinMarketCap, превышает 150 миллиардов долларов. Раньше криптовалюты ассоциировались с черным рынком. Ими расплачивались за наркотики, оружие и прочие незаконные товары. Сейчас криптовалюты выходят из тени. Первичное приложение токенов – ICO, благодаря простоте механизма привлечения инвестиций и ажиотажу, возникшему вокруг технологии блокчейн и криптовалют, очень быстро приобрело популярность во всем мире. Общий объем средств, привлеченных в ходе ICO с первого размещения в 2013 году, тогда это еще называлось краудфандингом, достиг 2 миллиарда долларов. Из них более 1,3 миллиарда долларов были привлечены в 2017 году. На наших глазах сформировался рынок, позволяющий стартапам, у которых часто есть только сайт и весьма обтекаемая форма декларации о намерениях, привлекать за минуты миллион долларов и нести минимальную ответственность за их дальнейшую судьбу. Неудивительно, что он привлек пристальное внимание регуляторов по всему миру. Итак, что же представляет собой технология блокчейн, каковы перспективы криптовалюты биткоин, что такое ICO и какие проекты сегодня существуют в этой области, мы узнали у экспертов, которые сами продвигают этот тренд и являются руководителем проекта в этой области. Смотрите далее интервью с Максимом Курбангалиевым, руководителем и основателем блокчейн-клуба в Казани, а также Ренатом Насибульным, основателем проекта Ортус. Блокчейн – это, я даже скажу, огромный шанс встать на путь развития именно цифровой экономики. То есть, если взять ту же самую технологию ICO, которая, по сути, не является пределом, ну, скажем так, технологичного сбора инвестиций, вот, ей есть куда развиваться, и помимо ICO очень много инструментов, вот, то есть ICO – это начальный этап, но даже за счет этого инструмента Россия может вообще в обход с санкций получать инвестиции в нашу страну, вот, и поэтому уже это дает огромный шанс на развитие экономики России в целом, то есть потому что ICO может собирать средства как и под реальный сектор, так и под IT-сектор, вот, и под блокчейн, ну, то есть под блокчейн какие-то проекты, вот, поэтому, я думаю, эта история получит большого развития, если ее сейчас в корне не зарубят. Ну, блокчейн, на самом деле, тяжело объяснить простым языком, вот, ну, если не вдаваться, скажем так, в такие глубокие дебри, ну, например, представьте, что у вас есть блокнот, на каждой странице блокнота написана одна и та же информация, да, в аудитории сидит 100 человек, и всем раздали по странице от этого блокнота, и таким образом информация хранится одновременно у всех, вот, и вам выгодно хранить эту информацию, потому что это, ну, как бы там есть, например, у этой информации цена какая-то для вас лично, вот, и в случае, если даже ваша страница как-то придет негодность, вы автоматически переписываете ее у соседа, вот. Технологию можно применять вообще в любых сферах. Вот, например, возьмем, я не знаю, начало 90-х годов, да, вот вас спросили бы, а что такое интернет и где его можно применять? Ну, вы бы, скорее всего, ответили, что интернет – это какой-то канал передачи данных, и смутно бы представили бы, где его можно применять. Сегодня, в 2017 году спросил вас, где можно применять интернет, вы скажете, везде. То же самое и в блокчейне. Просто единственная проблема, например, нынешних проектов, мы очень много проектов оцениваем, сегодня у нас в такой мероприятии будет, многие проекты пытаются засунуть блокчейн для пиара. То есть зачем делать, я не знаю, блокчейн, если это можно ввести, я не знаю, там, при помощи других инструментов того же Excel, там, какую-то учетную политику. Поэтому, прежде всего, если говорить о сфере, нужно вначале понять пути применения технологии в той или иной сфере. На сегодняшний день для многих криптовалюта – это что-то такое, за счет чего можно обогатиться в какие-то считанные минуты, часы, дни, недели. Вот, много очень таких историй позитивных, как человек занял у бабушки тысячу долларов, купил биткоинов и стал через год миллионером, вот, и это душу греет людям. На самом деле, если тоже именно уйти в сторону, прежде всего, например, если взять там блокчейн эфириума, ну, это своего рода такая вот виртуальная машина для разработчиков, вот, например, если опять-таки перенести на интернет, да, вот интернет – это что такое? Это последовательность кода, да, а вот ваш браузер привозит этот код вот в какой-то понятный для вас вид, правильно? Вот тоже самое с системой эфириум для блокчейна. Вот, если брать биткоин, то его принято называть цифровым золотом, так как это первая криптовалюта, первое применение технологии, вот, вот, и у него очень большой оборот, и связанный с участием в ICO, как в этой криптоэкономике, вот, поэтому вот в этом заключается роль биткоина. А, допустим, такие, как эфириум, тот же самый NEM, IOT, ну, EOS, сейчас вот, конечно, EOS пока еще не вышел блокчейн, их еще пока неизвестно, вот, это прежде всего имеет под собой практическое применение. То есть государство боится легализовать криптовалюту, потому что в случае легализации криптовалют государство решится одной из своих монополий, то есть монополию на выпуск денег. Фактически, если говорить там о майнинге, о майнерах, о нодах, это машинка для печатания денег. Ну и представьте, если такую большую власть отдать народу. Мое личное мнение, чиновники, они понимают, что можно обойти санкции, что на этом страна может зарабатывать, но в то же время они боятся, ну, понятно почему, каких-то выводов за рубеж капиталов, потому что на сегодняшний день это очень сложно отследить. Даже если, ну, несмотря на то, что все цепочки транзакций прослеживаются, непонятно, кто стоит там за неверифицированными кошельками. Вот, и нет каких-то регулирующих органов. Например, если вы простой платежкой попытаетесь вывести 100 тысяч долларов за рубеж, у вас запросят паспорт сделки, ну, то есть очень много документов и могут заблокировать. А если вы захотите биткоин перевезти это куда-то, не знаю, в Америку, в Лихтенштейн, какой-нибудь опшор, у вас проблем не возникнет. Вот, собственно, это первое опасение государства, то, что начнется отток капитала. Вот, но для того, чтобы оттока капитала не было, нужно создавать условия внутри страны. То есть капитал, он так или иначе, если его захотят вывезти, его выведут, неважно, будет биткоин легализован или нет. Вот. Ну, поэтому, я думаю, нужно прежде всего создавать условия для развития бизнеса, для развития именно отрасли, именно цифрового вот этого, ну, цифровой сферы. И если будут условия, то не будет необходимости вводить капитал. Наоборот, его к нам будут заводить из других стран. Айсио – это такой симбиоз краудфандинга и инвестинга. То есть просто какие-то люди, например, ну, если раньше у вас был свой проект, когда не было там Айсио, краудфандинга, там, прочих вот этих инструментов, например, у вас был свой проект, и вам надо было ходить, большим дядям объяснять, почему вам надо денег, чтобы на его развитие, ну, и прочее, прочее, почему он будет перспективным. И очень много проектов не нашли понимания, хотя были очень перспективные. Вот. Айсио и именно краудинвестинг, они помогают вот именно сбросить вот эти вот такого чужого мнения. Вот. Ну, точнее, мнение будет, то есть вам нужно все равно убедить людей, чтобы они вкладывались. Но, скажем так, вкладываются энтузиасты, верящие в технологию, и поэтому у вас есть шанс собрать средства и развить свою технологию более вероятностной. То есть, ну, Айсио, прежде всего, это, ну, скажем так, новая технология инвестирования. Рисков больше, потому что это никак не обложено законодательством. У человека, проводящего Айсио, нет никакой ответственности. Вот. Ну, скажем, ответственность, она есть, все равно, там, есть какие-то статьи уголовного кодекса, которые, по которым можно привлечь людей, да. Вот. Но, как бы, все равно тяжелее привлечь, тяжелее отследить именно, вот, именно доказательную базу собрать, да. Вот. Но, опять-таки, чтобы этого не было, нужно создавать условия, законодательство. Многие говорят о пузыре, о пике, но я думаю, это только за рождение. Потому что, ну, пузырь будет тогда, когда, ну, вы, допустим, не знаю, выйдете в подъезд, и вам какая-нибудь бабушка что-нибудь спросит у вас про биткоин, вот это будет пузырь. Вот. Пока все равно по результатам исследований о биткоине, о криптовалютах знает только 3% мира. Ну, в мире население 3% только владеет информацией о том, что это. Поэтому, я думаю, потенциал роста еще есть, потенциал роста огромный. Рынок криптовалют всего, нам сейчас, по-моему, 150 миллиардов. Вот. Минимум, ну, он разрастется до триллиона, там, в ближайшие 5 лет. Вот. Поэтому, а может и больше. Поэтому есть куда инвестировать, есть куда расти. Прежде всего, сфер-то много куда ринуться. Вам нужно изучить, собрать информацию, потому что это самое главное. Не надо, как бы, ходить... Ну, многие тут сейчас очень много кто рассказывает про блокчейн. Вот. Но, прежде всего, нужно слышать от них информацию и собирать, обрабатывать свою, делать какие-то свои выводы. И вы поймете, нужно вам это или нет. Для меня биткоин, ну, в первую очередь, та сфера деятельности. Я даже не скажу про биткоин, а сама сфера блокчейна и криптовалюты. Это, можно сказать, моя сфера деятельности, да. Мы развиваем свой проект на блокчейне. Вот. Касательно биткоина, с ним я познакомился шесть месяцев назад. Познакомился, и технология сразу же захватила меня, в принципе, просто за головой. Я бросил все, я начал читать книжку, называется, она «Цифровое золото». И, кстати, я рекомендую ознакомиться с ней. Там очень просто и понятно написаны все технологии. Ну, вот. Я считаю, что, в принципе, эта технология на ряду с такими технологиями, как искусственный интеллект, на ряду с такими технологиями, как интернет, смартфоны, именно вот эта вот технология, она такая же важная и, в принципе, также будет драйвером роста именно всех технологий, экономики и прочего. Если основываться именно на той книге, которую я прочел, то, в принципе, я считаю, что основателем были именно какая-то анонимная группа криптошифровальщиков. Я считаю, что это именно группа, не один человек. Хотя, в принципе, создатель биткоина, все мы знаем, что это Сатоши Накамото, это анонимный персонаж, которого до сих пор не нашли. Вот. Но, насколько, учитывая всю продуманность системы и насколько она действительно оказалась успешной, мы считаем, что, я считаю, наряду с основателями нашего проекта, то, что, скорее всего, это была какая-то группа анонимных криптошифровальщиков. Ну, и в дальнейшем эту технологию подхватывали на каждом этапе определенные круги, заинтересованные именно в этой технологии. Если сначала это были криптошифровальщики, то потом это были именно антагонисты, те, которые были против государства, против банков. Они до определенного уровня подняли значимость биткоина. Потом пришли, ну, скажем так, напрямую, да, это наркоторговцы, оружейники и все, кто просили, что можно анонимно переводить большие суммы средств. Они дали свой толчок роста биткоину. Ну, и затем пришли китайцы, которые тоже использовали их в своих корыстных целях и также подняли, в принципе, до определенного уровня. Ну, после этого технология получила распространение уже по всему миру. Я считаю, что биткоины, как и, в принципе, вообще с технологией блокчейн, есть как положительные, так и отрицательные стороны. И все будет зависеть именно от проектов, которые будут использовать их в своих технологиях. То есть, как я и до этого и говорил, да, то есть те же там, анонимность, вроде бы, это действительно хорошая вещь. Это помогает там, если бы оставаться анонимным. Ну, в первую очередь, биткоин помогает именно избежать лишних посредников в передаче денег, да, то есть увеличивать скорость передачи. Но, с другой стороны, именно его анонимность дает, допустим, такой негативный оттенок, как спонсирование терроризма, наркоторговцы, торговлю наркооружием и прочее. То есть, у него как есть как положительные, так и отрицательные стороны, как и в любой технологии. Ну, на самом деле, если мы посмотрим последнюю информацию о том, что Корея запретила проводить ICO, то можно заметить, что, в принципе, на рынок она вообще никак не повлиял. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что, в принципе, технология настолько закалилась, и само биткоин-сообщество настолько сильно уверит в эту технологию, что это уже не влияет сильно именно на цену самого биткоина. И это, действительно, наверное, хороший знак. Это первый шаг к уменьшению волатильности, к стабильности валюты и, соответственно, к дальнейшему продвижению всего этого. Касательно именно регулирования, то здесь вопрос довольно тонкий. Вы правы, то, что нужно, действительно, именно его регулировать, не запрещать, а регулировать. Запрещать его, в принципе, невозможно. Это придет просто к тому, что, если государство, особенно Россия, запретит полностью вся технология, связанная с блокчейном биткоином, она просто упустит свой шанс влиться в это сообщество. Я бы на месте государства старался максимально сделать удобные условия именно для проведения тех же ICO, для оборота криптовалюты. Это, мне кажется, один из шансов именно России зацепиться за уходящий поезд развивающихся технологий. То есть в большинстве сфер мы уже неизбежно отстаем и догнать не сможем, но у нас есть шанс именно в этой технологии зацепиться и стать, быть в авангарде именно этой технологии. Ну, на самом деле, да, есть такой вариант, что могут обойти санкции, но для этого, я считаю, мое мнение, что нужно, во-первых, чтобы и другие государства приняли биткоин, его зарегулировали, да, чтобы они могли инвестировать сюда, в Россию. И сама Россия должна действительно коренным образом поменять свое отношение, выработать единое мнение в государстве по поводу биткоин и криптовалют, а сейчас единого мнения нету. Выработать именно удобные какие-то правовые нормы для того, чтобы могли инвестировать именно биткоин. В таком случае это можно будет. В противном же случае, скорее всего, эти инвестиции будут носить характер именно черного рынка, скажем так. То есть все это будет проходить мимо налогов и мимо самого государства. Сама сфера блокчейн-технологий, в принципе, довольно широкое применение имеет, да, в первую очередь, распределенный реестр. Все мы знаем, что это система, которую, в принципе, очень сложно обмануть. Ну и именно сложно обмануть в плане передачи данных. Конечные пользователи также, в принципе, легко поддаются обману. И мы можем это следить, в принципе, за рынком того же ICO, где 10% средств, набранные компаниями, были просто похищены. Не именно в процессе передачи средств, а именно у конечных получателей. Наша система, как раз-таки один из продуктов нашей компании, это система World Security, которая будет направлена на то, чтобы защитить, а, биржи, б, держатели валюты, в, это именно процедуру проведения ICO. То есть, на самом деле, все уязвимости, которые сейчас есть на этом рынке, они довольно-таки наивны, банальны, и во всех других крупных сферах они уже давно-давно защищены. То есть, необходимо именно создать единую систему безопасности, которая позволила бы именно защитить конечных пользователей, потому что сама, в принципе, процесс передачи данных довольно-таки безопасен. А в целом, как бы, наша миссия, именно наша идея, к тому, к чему мы стремимся, это именно создание глобальной платформы для создания сервисов и приложений на основе искусственного интеллекта. И именно первым продуктом на этой платформе станет наша собственная система World Security. Ну, а все остальные компании, в принципе, используя нашу платформу, смогут легко и быстро с помощью нашего инструментария создавать свои собственные приложения для искусственного интеллекта, продавать их через нашу платформу и размещать их там. В принципе, как в App Store, как Play Market, я думаю, в сфере мобильных приложений то же самое мы хотим реализовать именно в сфере искусственного интеллекта. Это действительно инфраструктурный проект. Можем легко взять пример, да, то есть те же смарт-контракты, тоже развитие всего ICO, оно именно получило сильный толчок после того, как появилась такая сеть, как Ethereum. То есть она именно создала удобную платформу для разработки блокчейна, для применения блокчейна, для создания смарт-контрактов. Именно подобные платформы, удобные, масштабные, они и являются драйверами роста технологий. Если с блокчейном как-то уже развитие идет, то ту технологию именно нейросетей, машинного обучения, да, там таких платформ пока не хватает. И наш проект как раз старается при помощи блокчейна взять вычислительные мощности майнеров, которые сейчас используются просто для решения обычных задачек, для шифрования, по сути, впустую, как об этом говорил Виталий Буттерин. И использовать их действительно для полезных нужд, для именно развития искусственного интеллекта, предоставления мощности разработчикам. И, соответственно, мы надеемся, что создание подобной платформы даст сильный толчок к использованию нейронных сетей во всех сферах деятельности. Продолжение следует...